При Амурье уже начали готовиться к предстоящей посевной. Пока аграрии проверяют качество семян, механизаторы ремонтируют сельхозтехнику. В колхозе «Колос» Октябрьского района к этой весне постарались обновить весь автопарк. На новые машины в этом году сельхозработники возлагают особые надежды. Подробнее о материале Кристины Добровольской. Механизаторы колхоза «Колос» шутят. В мастерской в последнее время все чаще приходится сидеть без работы. Этот ремонт трактора скорее внеплановый. Ведь всю технику отремонтировали еще до начала марта. Говорят, хотели успеть к празднику – дню рождения колхозам. Чтобы отремонтированное было все, все надо просмотреть идеально. Чтобы все работало, всю посевную. Да все, и все, абсолютно все. И грохот, и двигатели. Этот американский трактор в «Колосе» – местная достопримечательность, шутят механизаторы. В прошлом году для колхоза закупили четыре таких иностранца. Каждый стоит порядка 12 миллионов рублей. Но, говорят, вложение это выгодное. Ведь за сутки одна такая машина обрабатывает 200 гектаров земли. Вообще, к этой посевной в колхозе постарались обновить весь автопарк. Комбайн 2005 года выпуска уже считается старым. Сейчас про посевную говорить не так сложно, потому что у нас посевные комплексы. Три у нас больших посевных комплексов. Работают две смены. Три стареньких работают. У нас 700-800 гектар ежесуточные. Сеем. Нам это достаточно. Все это просчитано, чтобы мы за короткий срок посеяли. Техника новая. Так что, я думаю, за посевную, если дай бог погоды, нам волноваться не надо. В самом Октябрьском районе тоже за будущее урожай не переживают. 70% земель к посевной уже готовы. Подготовку, как говорится, посевную. Нам, кажется, начали еще с осени. Там были заявлены семена на высшую репродукцию или по обмену по программе. В колхозе, где мы находимся, у нас является семеногутинским хозяйством. Сейчас он будет выделять семена, произвел семена для наших хозяйственных районов и для других хозяйств других районов. Сейчас в колхозе более 100 рабочих ждут с поля погоды. Чтобы 16 тысяч гектаров в колосе наконец заколосились, нужен еще как минимум месяц. Скорее всего, именно в апреле новую технику смогут проверить на деле. Кристина Добровольская, Роман Юдаков. Новости дня. Информационное агентство. Порт Амур.